друзья мои всем привет с вами акер механик минус 20 сегодня вообще отличная погодка для нас северян это вообще не мороз так вот сегодня хочу вам рассказать о таком моменте что с приходом зимы когда очень много времени темное время суток вы начинаете обращать внимание на свои фары и ну что вы обращаете внимание что они вам кажется что они начинают хуже светить почему это происходит и хочу вам рассказать что многие после того как думают что их фары хуже светит начинают покупать другие лампочки там галогеновые теноновые лампы ставят лампы большей мощности и делают своим фарам только хуже такой сегодня расскажу какие нужно проводить профилактические меры чтобы ваши фары светили как на новом автомобиле и так друзья на что нужно в первую очередь обращать внимание если вы думаете что галогеновые или ксеноновые фары начинают хуже светить то например ксеноновая лампа она начинает светить где-то после пяти лет использования хуже она уходит в более высокий свет если у вас стандартная лапа номер четыре двести или пять тысяч кельвинов то она начинает светить это 67 естественно ее световой поток ухудшается но главное не в этом изменяется цвет светового потока самое главное что лампа в процессе своего грубо говоря своей работы выделяет газы ксеноновая одни газа выделяет галогеновая от большой температуры сгорает кислород грубо говоря в области горения это лампы тоже температура очень высокая и появляется смог да именно смог если вы видели например каких нибудь организация где еще до сих пор используют галогеновые лампы на потолке если штукатуренный поток пути вы появляется черный налет так вот это именно такой смог который сгорает процессе горения кислорода то же самое происходит и с парой если у вас рефлекторная фара а именно есть отражатель и у вас галогенная лавочка светит либо с колпачком либо без без разницы то рефлектор фары загрязняется вот этим смогом а если у вас линзованная фара неважно галогеновая либо ксеноновая то изнутри линза ксеноновой либо галогенной фары тоже загрязняется и появляется налет который не виден вам если вы визуально будете смотреть также в процессе использования так как фаре есть вентиляция для того чтобы она не запотевала изнутри на самом стекле фары изнутри появляется тоже налет который тоже меньшает световому потоку и вот в купе с этим налетом на рефлекторе на линзе на фаре как таковой стекле фары вот этого ухудшается яркость фары как таковой как это устранить если мы говорим про рефлектор то есть сейчас продаются специальные наборчики когда вы вставляете типа ершика аккуратного очень нежного и чистите рефлектор изнутри что касается линзы то и продаются тоже специальные наборы которые чистят лизу изнутри если это возможно подлезть к стеклу самой линзы но хочу вас ответить различными подручными средствами типа салфеток и так далее то есть очень грубую веществами в том числе и растворителями вы испортили что испортить что рефлектор что просто заляпаете линду потому что обычными средствами его не отмыть многие поступают глобальный снимают фару нагревают ее снимают стекло и чистят все это даже есть организации которые занимаются ретрофитом и они чистят фары то есть полностью разбирают фару стоит это не очень недорого чем стоимость новой фары естественно разбирают фару чистят стекло все протирают сделают там опять стерильная и все собирают обратно то же самое касается линзы фары как таковой вот такой как бы лайфхак не знаю способ если вы одним не знали ставьте лайк осик да ребят совсем забыл сказать что еще в процессе своего использования стекло фары пескоструется она делается из поликарбоната так вот если вы не бронируете свои фары то появляются такие мелкие точки на фаре которые тоже рассеивают свет который идет от линзы чтобы это устранить нужно полирнуть фару и наклеить специальную бронезащиту на фару и тогда стекло фары не будет рассеивать мелкие лучики и не будет теряться световой поток хочу заметить что полировать стекло фар из поликарбоната можно всего лишь один максимум два раза зависимости от того как сильные какие большие рытвины у вас были потому что на стекло нанесен специальный слой который в процессе полировки убирается и потом стекло приходит в негодность увеличиваете свет своей лампы и не нужно ставить лампы повышенные мощности во первых они выделяют больше газов от них больше загрязняется что рефлектор что линза и также они бы например галогенные фары большей мощностью быстрее перегорают вот на сегодня все с вами был акер механик не мерзнести всем спасибо и пока